Аркейн А значит самое время разобраться, что происходит с сериалом Сегодня мы обсудим, что интересного нам показали в свежем трейлере А также ответим на главный вопрос Будет ли продолжение или нас ждет финал уже этой осенью Устраивайтесь поудобнее, потому что будет как всегда интересно После потрясающего первого сезона Неудивительно, что Аркейн совсем скоро вернется на наши экраны Создатели не только угодили фанатам, но и собрали новую аудиторию вокруг сериала Поэтому выход продолжения был лишь вопросом времени Однако ждать нам пришлось целых три года Все дело в трудоемкости анимации, в которой прекрасно сочетаются 2D и 3D стили От этого создание заняло довольно много времени Да и никто не был готов к такой популярности Поэтому работу над вторым сезоном начали не сразу Однако после выхода трейлера складывается ощущение, что ожидание было не напрасным Динамика, эпичность и драматизм просто зашкаливают Войска готовятся к предстоящим битвам Вводится мощная техника, включая дирижабли Экшн-сцен более чем достаточно, а музыкальная композиция трейлера подобрана просто невероятно точной и задает нужную атмосферу Все это оставляет неизгладимое впечатление после просмотра трейлера и заставляет включить его не один раз Нейросити все чаще находят себе применение в сфере кино Они не только помогают улучшить визуальные эффекты и управляют камерами, но и составляют расписание съемок Помимо кинопроизводства их используют в программировании, маркетинге, дизайне и многих других областях Научиться работать с ними можно на бесплатные конференции по нейросетям «Навыки будущего» от Skillbox С ее помощью вы поймете, как использовать нейросети и зарабатывать на них с нуля Вы изучите новые концепции и вдохновитесь приложениями с искусственным интеллектом А также познакомитесь с различными сферами использования нейросетей и поймете, как применить их в своей карьере Вас ждет практика в работе с самыми популярными нейросетями, включая ChatGPT, MidJourney, SORA и StableDiffusion Все они непрерывно развиваются, поэтому в конференцию включены обновления за последние три месяца По итогам конференции вы научитесь использовать нейросети в различных областях Таких как создание контента, продакшн, искусство и бизнес А также сделаете свою работу эффективнее, применяя новые знания Все участники получат скидку на новый курс по нейросетям и специальные условия обучения Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании и узнаете, как использовать технологии будущего В плане визуального стиля все также на высшем уровне и ни в чем не уступает первому сезону Если Человек-паук через вселенную один из лучших представителей анимации от мира кино, то Arkane однозначно от мира сериалов В общем, пока все выглядит на твердые 10 из 10, хотя Джинкс появилась только в самом конце трейлера Оно и неудивительно, ведь это главная интрига продолжения Вообще, как вы помните, первый тизер второго сезона появился еще в январе этого года Хотя он был совсем небольшим, но сумел дать представление о предстоящем сезоне В коротком ролике было показано, что Синджет прокачивает кровь через тело загадочной фигуры, подвешенной над ним Внимательные фанаты Лиги Легенд опознали в этой фигуре Варвика, монстра, похожего на оборотня Согласно фанатской теории, предполагалось, что им станет Вандер Теперь это стало еще более вероятным после выхода трейлера Хотя официального подтверждения еще не было, в свежем трейлере фигура Варвика мелькает буквально на секунду Неясно, правда, как именно планы Синджета повлияют на второй сезон, но превращение Вандера выглядит многообещающе К озвучке, кстати, также вернутся Хейли Стейнфилд, Элла Пернелла из недавнего Фоллаута и Кевин Алехандро Хотя их голоса мы услышим только при просмотре в оригинале Что касается основного сюжета, то, судя по трейлеру, он стартанет с того же места, где закончился первый сезон Финал вплотную подошел к предварительному мирному соглашению между Пилтовером и Зауном Однако завершающий аккорд ясно показал, что любые надежды на компромисс были разбиты Как мы знаем, после финала первого сезона ни о каком перемирии не может быть и речи Трейлер второго сезона наглядно демонстрирует нам последствия ракетного удара по совету Пилтовера В центре истории все так же будут сестры Вай и Джинкс, которые окажутся по разные стороны конфликта Между утопией Пилтовера и его темным подземным городом Зауном В Рунтере царит хаос после случившегося, а оба города готовятся к полномасштабной войне Первый сезон показал нам, как безвозвратно изменились жизни сестер Они были полностью разрушены, что привело к трансформации Паудер, которая и начала атаку, изменившую мир навсегда Кейтлин настроена максимально серьезно и начинает операцию по уничтожению ключевых целей в Зауне В это же время жители подгорода готовятся противостоять приближающемуся флоту Пилтовера Кроме нее полна решимости о начале боевых действий и Амбесса В восьмом эпизоде первого сезона она прибыла в Пилтовер, чтобы подтолкнуть местных ученых к производству оружия из хэкстека В трейлере она делает акцент на том, что совет мертв, а на гнев нужно отвечать гневом Амбесса считается ветераном множества войн и очевидно, что во втором сезоне ее роль будет расширена Нам также показали, что Вай стала новоиспеченным силовиком, а значит должна подчиняться приказам Их отношение с сестрой, естественно, сейчас хуже, чем когда-либо До такой степени, что счастливый конец для обеих кажется невозможным Очевидно, что нас ждет драматическая схватка между сестрами в кульминации сезона Хотя трагическая и эмоциональная битва между Дженкс и Вай станет основным конфликтом Новый сезон также будет сосредоточен на распаде хрупкого мира и войне между Пилтовером и Зауном Кроме того, судя по изображению на стене, мы можем сказать, что жители Зауна поддерживают Джинкс в ее борьбе Интересно и возвращение некоторых знакомых героев Например, актер Джейсон Спейсек, озвучивший Силка в первом сезоне, подтвердил, что его персонаж вернется в продолжение Хотя мы точно знаем, что Силка мертв Вероятно, речь идет о флэшбеках с его участием, которые помогут еще больше раскрыть Джинкс В трейлере также не показали, что случилось с Джейсом Трудно предположить, что такая знаменитая и важная фигура в Пилтовере не была удостоена пышных похорон А значит, он смог выжить после взрыва, но получил серьезные травмы, из-за чего физически сильно изменился Авторы держат в секрете его новый облик, чтобы удивить нас по ходу развития сюжета Кстати, если разбирать трейлер покадрово, то можно заметить еще больше любопытных деталей Так, например, на долю секунды можно увидеть небольшой отряд со щитами и дубинками Судя по окружению, находятся они в какой-то тюрьме или укрепленной лечебнице Да и вряд ли кто-то будет вооружаться на войну дубинками, а не огнестрельным оружием А значит, это может быть намек, что во втором сезоне появится новый чемпион А именно доктор Мундо Он был пациентом печально известной психиатрической лечебницы Освельда Некоторые поклонники предполагают, что нам затизерили его появление Потому что на войне нужна сила, и его могли выпустить именно для этого К тому же кадрам позднее появляется фигура, но очень уж похожая на него И подобных деталей в трейлере очень много Напишите в комментариях появление каких новых героев или намеки на их появление вы тоже сумели найти Конечно, первый трейлер в основном дает нам лишь представление о противостоянии Джинкс и Вай А также последствиях взрыва Мы увидели малую часть того, что нам приготовили авторы Второй сезон обещает быть больше и смелее, чем предыдущий Что, впрочем, неудивительно, ведь авторы заявили, что остался всего один сезон А значит, Аркейн должен будет максимально использовать свои последние эпизоды Чтобы завершить сложную эмоциональную историю, которую он представил нам Будем надеяться, что финал станет удовлетворительным для сериала И поднимет планку качества еще выше Но почему Netflix или Riot Games решили остановиться всего на двух сезонах? Ведь соглашение, подписанное несколько лет назад, предполагало гораздо большее Да и судя по рейтингам Аркейна, зрительский интерес к сериалу запредельный Прямо сейчас на Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет 100%, а одобрение аудитории почти такое же высокое На уровне 96% Как оказалось, этому есть вполне логичное объяснение Аркейн был основан на мире и героях Лиги Легенд На данный момент игра включает в себя 167 чемпионов со своей историей и происхождением В первом сезоне было всего 9 эпизодов продолжительностью по 45 минут, что давало зрителям менее 7 часов контента К тому же сериал сосредоточился на сюжете двух из них Хотя Джинкс и до этого была популярной среди поклонников игры, а сейчас стала самым узнаваемым персонажем франшизы Материала у сценаристов еще более чем достаточно В Netflix легко могли бы расширить сериал, чтобы продолжить историю уже полюбившихся героев или постепенно ввести новых К тому же завершение Аркейна после двух сезонов идет вразрез с тенденциями последних лет Кажется, что все крупные стриминги, включая HBO и Amazon, делают упор на контенте, основанном на видеоиграх Последние из нас и Fallout достигли огромного уровня популярности, стимулируя появление новых игровых адаптаций Это предполагало, что такой гигант, как Netflix, захочет продолжить свой популярный актив в виде Аркейна Особенно учитывая хорошие отзывы Поскольку информация о финальном сезоне была предоставлена в контексте свежего трейлера Официальной причиной отмены пока не было названо Одним из потенциальных виновников может быть тот факт, что создание анимационных проектов требует много времени и денег У Netflix в разработке несколько крупных сериалов, включая второй сезон Wednesday и One Piece Пятый очень странных дел, второй и третий легенды об Анге Поэтому, как бы не был хорош Аркейн, этот загруженный список указывает на то, что Netflix могли решить отдать предпочтение не анимационным проектам К тому же, учитывая, что в арсенале у авторов почти две сотни персонажей Вполне логично, что Riot Games хотят, чтобы зрители познакомились и прониклись другими героями Это подтверждает и тот факт, что прямо сейчас в разработке находятся новые анимационные сериалы по вселенной Лиги Легенд Над которыми работают создатели Аркейна Авторы сериала подтверждали, что с самого начала работы над проектом они держали в голове конкретный финал И не ставили перед собой цель растянуть историю Поэтому Аркейн завершается на втором сезоне Но это лишь первая из многих историй Рунтерры, которые нам хотят рассказать Поэтому под завершением сериала имеется в виду только история Вай и Джинкс, в которой будет поставлена точка При этом телевизионная франшиза Riot Games продолжит развиваться и дальше Возможно, исследуя и другие регионы, включая Ноксус и Демасию Кстати, один из создателей сериала, Кристиан Линке, недавно заявил, что шоу будет иметь удовлетворительный финал И не закончится захватывающим сюжетом Что он имел под этим в виду, видимо, узнаем относительно скоро Обязательно напишите в комментариях ваши впечатления от трейлера И каково было ваше удивление, что сериал закончится на втором сезоне Ну а на сегодня это все, друзья! Увидимся в новых видео совсем скоро!